Всем привет дорогие друзья, зрители и подписчики канала, играет и комментирует для вас Слуцкий Александр. Мы продолжаем прохождение карьеры вокруг света FIFA 18 и подходим к финальной черте. Финал Кубка Испании как разминка перед финалом Лиги Чемпионов в этой серии. Стартовый состав готов, Атлетику Мадрид мы замотивировали, раскритиковали их пух и прах на пресс-конференции. Я надеюсь, что это позволит собраться дружине Диего Симеоне, потому что они не какущие были в полуфинале, по сути-то, Лиги Чемпионов. Мы их спокойно прошли и показать максимальный уровень футбола своего и получится интересный финал. Я на это рассчитываю. Напомню, что у нас Теллиш дисквалифицирован, пока я симулировал матч, он получил красную карточку. Вместо него вышел Тео Эрнандес на левый фланг обороны. Во всем остальном наш лучший состав. Поехали. Ну и куда же без дождика-то нам? Ванда Метрополитана. Играем мы кубок Испании. Финал этого кубка Испании, кубка короля. В гостях почему-то, но окей, хорошо. Ну и в очередной раз посмотрим состав Атлетику Мадрид. В третий раз подряд играем с ними, да. Итак, Гризман, Диего Коста. Такая пара нападающих. Витоло слева, Сауль справа, Парте и Коки в центре. Минди, Рюди, Гергадин, Хьюсай. Вот защита не меняется практически, да, хотя Курзова выходит иногда слева. Ну и Ян Облак. И опять, ну то есть новое сочетание футболистов. Все равно есть изменения. Диего Семене продолжает искать лучшее сочетание. Жезус, можно забивать 1-0. Очень легко как-то получилось у нас вскрыть оборону Атлетику Мадрид. То есть ошибка защитника, ребятки. Ошибка центрального защитника. Плохо сыграл на приеме Рюдигир. Позволил отобрать мяч Жезусу, ну и тот не прощает. Тут какой-то вообще разнос пошел, ребята. Не справляется Атлетика Мадрид вообще. Не попали в игру сразу. Они нас боятся, вот что я хочу сказать. На шестой минуте сейчас становится 2-0. И мы уже в их штрафной. Начинаем комбинировать и доводить мяч до пустых ворот. Ян Облак ничего не мог здесь поделать. Во-первых, Жезус. Ну его тут вдвоем в подкате накрыли, хотя это не помогло. Мяч остался у нас и пас на Мадрид. Маркуса Решфорда в пустые ворота. Удар, гол. Казимира. Великолепный перехват. Жезус. На противоходе защитника ловит. Передача тонкая. Ковачич. Ну, ребят. Я не знаю. Атлетика Мадрид абсолютно не попала в игру. Если в Лиге Чемпионов они хотя бы в первом матче первый тайм сопротивлялись. И плотно держали оборону. Вот он здесь. Ну, вообще. Полный провал. И Пулишич доводит счет до неприличного. Уже на 20-й минуте. 4-0. Я сам в шоке, ребят. Как легко все получается конкретно в этом матче. Да уж. Пулишич. Ну что. На своих быстрых ногах. Ускользнет на фланге. Ну, Томас Партеи сместился сюда. Подстраховать крайнего защитника. И это сработало. Ну, Атлетику заиграли. Хоть немного плотнее в обороне. И стало сложнее, конечно, атаковать. Но при счете 0-4 боюсь поздно. Начинать играть. Хотя, смотрите, Жезус опять разбирается с защитниками. Жезус! Передача в центр. Нет. И смотрите-ка. Я же говорю, Атлетико Мадрид заиграл. Гол в раздевалочку получаем. Диего Коста. Упустили мы здесь, конечно же. Ну, наша линия обороны. Нападающих Гризмана и Косту. Вот здесь Гризман отдает голевую передачу. Варан не успевает перекрыть. Ну, и Тео Эрнандес тоже не успел подстраховать центрального защитника. Ну, что ж. Почему так сразу не играли, я не знаю. Первый тайм позади. Ну, что, 4-1. Вроде как все в нашу пользу складывается. Один удар вот у Атлетико было. И сразу они забили. Подуставших, наверное, Жезуса. А также Тони Кросса. И Кристиана Пулишича. Хотя ТТ даже побольше подустал. Но... Ну, хотя вместо ТТ можно Кристенсена на фланг поставить. И сюда выпустить, собственно, Шкриньера. Ну, вот такие три замены, да. Наиболее уставших игроков поменяю. Чтобы к финалу Лиги Чемпионов все были свежими. Как никогда. Кристенсен. Ничего себе подключение. Передача в центр. Хаммес. Хо-хо-хо. Вот это да. Кристенсен на фланг пришел. И такую передачку точную выдал. Ну, и Хаммес со скамеечки вышел. Сразу забил. Красота. И Карди, кстати, тоже поучаствовал. И здесь и Карди. Ты посмотри. 6-1. Передача Пуришича. Маура принимает мяч в борьбе с защитником. И расстреливает ворота. Ян Облак тут вообще бессилен в этом матче. Даже не позволяем ему спасать. Настолько наверняка бьют наши игроки, что никаких шансов славянскому голкиперу. И Карди забивает седьмой мяч. Оборона Атлетика Мадрид продолжает спать. А сколько мы забили в ворота Атлетика Мадрид в последних поединках? Да. 10 в полуфинале Лиги Чемпионов. Да. В двух матчах. И тут еще 7. 17 голов в трех матчах. Это, конечно, ужас. Диего Симеона, что стало с твоей классной обороной и организацией игры? Где это все? Ян Облак, ну вот, на сей раз выручил. Ну, Казимира издалека приложился. Виттелла меняют. Диего Симеона там что-то еще пытается исправить, но поздно. Как по мне, очень поздно. Пулишич на технику исполняет. Ян Облак на месте. Ударов накопилось, наверное, под 20 за этот матч по воротам Атлетика Мадрид. Великолепную игру провел наш состав. Хорошая тренировочка и репетиция перед финалом Лиги Чемпионов. Там будет посложнее. Я напоминаю, что Барселона иногда здесь в карьерах включает режим Бога. Именно в Лиге Чемпионов. Ну, если вы вспомните прошлый сезон, я не устану повторять и напоминать об этом. Когда мы еще возглавляли РБ Лейпциг и, казалось бы, уверенно очень идем к победе в Лиге Чемпионов, Барса взяла и нас вынесла. Кулишич под пяткой, не проходит. Там прием не удался у него. А так бы американец, я думаю, развернулся и отличился бы. Хамес. На дриблинге от одного ушел. От второго на противоходе поймал. Но тут Рюдигер под страховочкой. 7-1, кто бы мог подумать. Вот это финал Кубка, конечно, Испании. Рэшфорд. Пинзидана. Обыгрывает защитника. Пас в центр. Хамес на замахе. От Година ушел и мимо. Восьмого мяча пока не будет. Пока что нет. Ну и на самом деле финальный свисток нас уже буквально сейчас ждет. Нет, смотрите, судья дает еще сыграть. Хотя нет, все-таки не позволяет. 7-1, Кубок Короля наш. И это уже четвертый трофей, если считать Суперкубок Европы, Суперкубок Испании, Чемпионат Испании в этом сезоне. Да, четвертый трофей Реала. И сейчас пойдем за пятым. За самым заветным. За тем, ради которого у нас тут вся карьера и затевалась. Собственно, Лига Чемпионов. Ну а пока попразднуем Кубок Испании. Победу в нем. Дождемся, конечно же, вручения трофея. Варан доволен. Ну а как иначе? Он, кстати говоря, у нас капитан. Не будем про это забывать. Гаррет Бэйл там прыгает. Все довольны. Запасные тоже, да, празднуют. Это здорово. Кубок Испании. Красивый очень трофей. Ну что, и Рафаэль Варан поднимает над головой. Да, да, да. Этот трофей тоже отправляется в нашу коллекцию. 16 ударов. 5 у Атлетика Мандрид. Неплохо, да. 10 в створ и 7 мячей. Супер реализация, как обычно у нас. Кристенсен лучший игрок матча. Вот так перевел я его на фланг. И он стал лучшим. Голевую передачу, между прочим, отдал. 6 аж писем у нас там. Что случилось? А, отчеты. Так, первый отчет. Голландцы. Вот этот парень очень неплох, на самом деле. Родни Диграф. 130 тысяч стоит. 190 сантиметров. Защитник, да, из Голландии. Потенциал хороший. Но мне кажется, все-таки нет. Рейтинги и цена все-таки низковаты, низковаты. Поэтому отказываем всем. Голландцев новых мы не нашли. Так, а тут у нас Хорваты. А вот с Хорватами как-то получше у нас складывается, на самом деле. Саса Лонкар. Это не то, что нам нужно. Да нет, на самом деле в этот раз тоже ничего интересного. Павле Лонкар нам не нашел. Но в целом, конечно, работают скауты на ура. Очень уже много фамилий нам предоставили. Манджукич в Штутберт не переходит. Но скоро станет, значит, свободным агентом. Миллион евро за победу в Кубке Испании. Телиш. Дисквалификация окончена. Ну и Карди доволен. И благодарит меня за то, что я его выпустил. Смотрите, на зарплату у нас сколько уже денег. Миллион. Миллион уже, больше миллиона. Это очень здорово, конечно. Конечно, контракты можно пока продлевать на эти деньги. На самом-то деле. Вот. Ну и... Собственно, надо Телише вернуть в состав. Телернандес отлично отыграл. Но... Все-таки основной у нас... Именно Телиш. Это дурацкая дисквалификация. Конечно. При симуляции. Да. Бейл, Эдегор, Шкриньер, Вальверде и Карди, Родригес, Сибалиос. Это запасный финал. Две пресс-конференции. Серьезно. Первого, второго. Полное выздоровление. Марсиаль поправился у нас, ребят. Представляете? К финалу Лиги Чемпионов прямо. Так. Ну что? Эрнесто Вальверде. Критикуем именно тренера. Посмотрим, что из этого получится. Итак, значит, Марсиаль, Марсиаль, Марсиаль. Но у нас тут Бейл как бы... Ай, ладно. Давайте Марсиале поставим запас. Вдруг понадобится, чтобы он вышел. Это будет круто и символично. Один игрок Манчестера. Бывший, да? Выйдет вместо другого на тот же самый фланг. Фиолусье тоже. В Лас-Пальмас не переходит, как и ожидалось. Зарплата у них большущая. Ну что ж, матч с Барселоной. Эль Классико в финале Лиги Чемпионов. И, как обычно, играем без нарезки. Финал ЛЧ. Это наша традиция в карьерах. Играем полный матч. Вы увидите полный целиком матч именно. Ну что? Обе команды будут в домашних формах. Хотя мы номинальные гости. Играем на Оэмбле. Вот так вот. Ну и я считаю, что все-таки Марсиаль должен выйти, если мы будем вести в счете. И поднять этот трофей над головой. Очень долго восстанавливался. Была очень серьезная травма. Считаю, что так и должно быть. Еще раз для тех, кто не знает, где пишется уровень сложности. Вон над составом, ребята. Вэмбли Стадиум написано. 5 июня 2021 года. Быстрый матч в 20.00. Судья. Харальд Фиммлер. Легендарный. Вот он уровень сложности. Еще раз. Легендарный. Все. Давайте начинать. Пулишич чуть-чуть подуставший. Там маленько у него стамины не хватает. Но это не критично, разумеется. Это не критично. Я напомню, что Лионель Месси покидает Барселону. И он уже перестал выходить в стартовом составе. У Барса, насколько я видел. И мне кажется, что и в финале он вряд ли сыграет. Хотя, может быть, на заменку выйдет, если только. Ну, сейчас узнаем. Сейчас посмотрим. Скоро все. Увидим своими глазами состав наших соперников. Пока там Тони Кросс разминался. Отдавал точные передачи, как он умеет. Каутинью вижу. Ну и, конечно же, Усман Димбеле. Вот он опасен. Он, именно он, представляет для меня главную угрозу. Всегда в матчах с Барселоной. Его великолепная скорость. Техника. И тайминг принятия решения тоже. Вот он, красавец, стадион Уэмбли. И на Уэмбли проходит Эль Классико. Финал Лиги Чемпионов. Это, конечно, забавно. Когда такое еще увидишь? Мяч, конечно, простенький для финала Лиги Чемпионов. Но, тем не менее, вот он наш путь. Вот он путь Барселоны. 2-2, кстати, общий счет. По гостевым голам они только вышли. Финал с Челсита. Но, тем не менее, вышли. И вот он, заветный ушастый трофей. Который будет лицензирован. И весь турнир тоже. И Лига Европы. Следующий FIFA. FIFA 19. Каутинио, да. Там, кстати, объявляют состав. Но я не прислушиваюсь. Андре Гомеш. Позиция правый защитник. Серьезно? Интересно. Что придумал тренер Барселоны? У нас на Жезусе, конечно же, концентрирует внимание режиссер. Оно и понятно. Габи. Лучший бомбардир команды во всех турнирах. Ну, если суммировать, да, голы. Вижу МТТ. Вижу Химельса. Вижу Родригеса. Вижу, конечно же. Усмана Дембелет. Рештегина вижу. Да. Давайте смотреть. Давайте смотреть полностью состав Барсы. Себастьян Дреуси. Мунир. Два нападающих. Каутинио слева. Дембелет справа. Гомеш. А, полузащитник там было написано. А не правый защитник, да. Гомеш и Рафини в центре полузащитника. Рикардо Родригес слева. Рикардо Перейра. Рикардо же он, по-моему, справа. Хюмельс, МТТ. Центральные защитники. Ну, и Марк Андре Терштегин на воротах. Вот он состав Барселоны. Они опять играют по схеме 4-2-2-2. Той самой, которую они одолели. РП Лейпциг у нас. Ну, и вообще они играют постоянно. И сейчас... Ну, да ладно. Жезус. Первая атака мадридского Реала. ТТ. Пытается открыться по правой бровочке. Но там пока зоны все внимательно охраняются. Тони Кросс. Казимиро. Мы сразу завладели мячом. Конечно же, и пытаемся раскачать... Раскатать оборону Барселоны. Тони Кросс уже у штрафной. Маркус Решфорд. Развернулся. Здорово, Маркус. Передача на Жезуса. Жезус. Удар. Терштегин тащит. Первый момент у нас есть. Пулишич. Пулишич. Остановился на замахе. Передача. Жезус. Это Ковачич. Ковачич. Терштегин. Вот это финал. Вот это начало финала Лиги Чемпионов. Сразу два сейва от Терштегина. Ковачич. Подача на дальнюю штангу. Можно забивать. Варан выше. Третий момент подряд. В седьмой-то минуте. Вот это штурм. Ворот Барселоны от мадридского Реала. МТТ. Ну что, ответ Барсы. Тони Кросс здесь в отборе великолепен. Просто лучший. Ковачич. Дриблинг. Ковачич. Можно на фланг Пулишичу отдавать. Пулишич ждет Ковачича. В стеночку. Игра в стеночку с Тони Кроссом. Ковачич. Чуть выше ворот. Еще один момент. На десятой минуте уже четыре момента. Но нужно о них забыть, потому что мы еще не забили. Передача на фланг. ТТ выигрывает борьбу. Жезус. Пулишич. ТТ по бровочке. Здорово. ТТ. Пас в центр. Тержезус не успевает. Угловой должен быть еще один. Да. Еще один угловой. И снова я думаю, надо разыграть. Ковачич. Подача на дальнюю штангу. ТТ. Терштеген. Здесь надежен. Траекторию не ту я выбрал подачи. Нужно было по высокой дуге опять отправлять. Тогда бы Терштегену выйти было очень и очень сложно. Кристенсен. Тони Кросс. Можно через домик сыграть. Через Варана. Через центральных защитников. ТЛЕШ. И по флангу. По бровочке. Ой, какой пас на Маркуса Решворда. Маркус. В дальний угол пробивает. Но здесь снова Марк Андре Терштеген. Пока голкипер просто великолепен у Барселоны. И вот он ответ. Контратака. Дрюси. Ускользает. Передачу отдает. Удар. Мунир. Вот и ответ. Вот и ответ Барселоны. И наши защитники. Несмотря на то, что они с великолепной скоростью. Сейчас не справились. Дрюси. Это что за ошибка? От Ляфона. Не уследил я. Не уследил я. Что нашего центрального защитника закрыли. Да. Мунир и Дрюси. Да смотрите. Всегда готовы поразить наши ворота. Внимательнее нужно. Внимательнее. Вот сейчас могли наказать. Казимиро. Жезус. Стеночку снова с Ковачичем. Попробует разыграть. Жезус. Ковачич нет. Там зона перекрыта. Нужно сыграть через Казимиро. Казимиро. На дриблинге. Ковачич открылся. Уже в штрафной. Ковачич. От двоих уходит. Передача Жезусу. Жезус. Раскачал. И штанга. И снова Марк Андре Терштеген сначала задел мяч. Да что ж такое-то. Никак не залетает. Мунир. Варан, аккуратней, пожалуйста. Рафинья. Рафинья. Передача. Перевод на другой фланг. Каутиньо. Димбеле. Вот этот скоростной парень. Он будет убегать. Да. Будет стараться убегать, по крайней мере. Чуть назад Андре Гомеш. Дрюси. Дрюси-то как хорош, а? Рафаэль Варан. Закрыл свою зону. Сделал чистейший отбор. Ковачич. Разгонять атаку. Но здесь умчить. Прекрасно перехватим. Дрюси. Варан. Снова окучил аргентинца. Ковачич. Разгоняем, разгоняем контратаку. И давай, Пулишич. У тебя великолепная скорость. Мы знаем. Жезус. Жезус. Смотри-ка. Умчить тоже разошелся. Французские защитники. С одной и с другой стороны. Сейчас лидеры обороны своих команд. У нас Варан. А здесь умчить. Казимира. Решфорд. Жезус снова. Решфорд. Раскачал защитника. И вдаль не можно пробивать. Терштеген снова на месте. И Казимира удар. Умчить. Казимира до конца борется здесь. И почти получилось у него вернуть мяч Мадридскому Реалу. 32-я минута уже. Время пролетело молниеносно просто. Как будто только начался матч. А ведь уже первый тайм заканчивается. Пас на фланг. Но здесь Кристенсен. Великолепно сместился. Зону закрыл. Мяч отобрал. ТТ. Надо успокоиться. Надо спокойно взять уже и реализовать момент. У нас их достаточно. Ковачич. Ковачич. По центру. Но здесь никого. Надо сыграть с партнером. С Тони Кроссом. Усман Димбеле. Вот это да. Кто бы ожидал, что именно он будет отрабатывать в защите. Мунир. Каутиньо. Успел сделать пас до отбора ТТ. Рафинья. Тони Кросс. Так, им нужно сыграть. Да. Не отпускай далеко мяч. Ковачич. Кулишич. Жезус открывается великолепно. И Пулишичу можно отдать. Пулишич, ну что ж ты останавливаешься, дружище? Играй до конца. До конца играй. Выносит Родригес мяч из штрафной Барсы. ТТ на подборе. Снова Пулишич. Жезус. Пулишич. Нет, умтите, а. Великолепно занимает позицию. Не оставляет коридоров для разрезающих передач пока что. Не оставляет. Каутиньо. Дрюси. Профи Форана снова. Пулишич. Сохранил мяч. И аут в пользу Барселоны. Ну что? Первый тайм заканчивается. 0-0. Вот я об этом и говорил. Барселона опять включает режим Бога. Особенно Марк Андре Терштеген. Сколько он сейвов, да, сделал? В первые минуты-то. Каутиньо. На фланге. С ТТ разбирается. Пас в центр. Тут уже Дрюси. Чуть в глубину отошел. Вытянул защитника на себя и развернул его. Кристенсен. Но он все-таки справился. Дальчанин. Фух, перерыв. Небольшой передых. Пока 0-0. Статистика на ваших экранах. У нас преимущество, но забить не можем пока что. Пока не можем. Продолжаем тем же составом. Никаких замен. Я верю в этих ребят. Я думаю, мы должны справиться. Должны найти какой-то момент и его реализовать таки. Моменты-то мы находим. Вот с реализацией пока беда. Ковачич. Дальше на ТТ. Раскачивает защитника ТТ. Передача на Жезуса. Жезус. Здорово. Зона есть. Умтити против него. Жезус. Раскачивает Умтити. Да что ж такое-то. Попасть в дальний угол. Нужно просто было попасть в дальний. Марк Андре Терштеген. Ногой. Выручает опять Мадридский Реал. Точнее Барселону, конечно же. Ковачич. Подача на дальнюю. Варан. Можно скинуть мяч. И Жезус тут упал, к сожалению. Борьба. Варан. Выигрывает ее. Кросс. На замахе. Не пускают его в штрафную. А это что такое было? Это пас назад. И мяч в руки, по идее, нельзя брать. Ну да ладно. Это FIFA. Тут можно. Судя по всему. Маркус Рэшвард. Тони Кросс. Очередная атака Реала. Жезус. Великолепная стартовая скорость. У Жезуса, конечно же, Пулишич. И дальше уже. ТТ его не пускает. Корпус Родригес поставил. ТТ в прессинге. Накрыть. Жезус. Да е-мое. И здесь еще можно. Почти получилось наказать. Почти получилось накрыть. Немножко не повезло с отскоком там. В некоторых моментах. Тони Кросс. Здорово отобрал. Ветеран команды. Жезус. Тони открывается. Но Жезус сыграл назад. На Ковачича. Дальше Казимира на замахе. Передача. Нет. Что-то новенькое нужно придумывать, ребята. Что-то новенькое. Не работают наши эти комбинации. Стандартный Тейлиш. Нарушение от Мунира. Спокойно, спокойно. Замена. Рафиня уходит у Барселоны. И выходит Ракетич. Интересная перестановочка. Освежает центр поля. Тренер Барселоны. Вальверде. Тони Кросс. Ковачич. Передача на Жезуса. Пробил отсюда Габи. Ну и попробуем подать на сей раз. Жезус. Сумел пробить. Еще один угловой. Я думаю, еще одна подача будет. Высоковато. В этот раз высоковато. Ну, не выбирается нужный игрок мне. Но аут наш. Тони Кросс. Эх, развернуть бы атаку побыстрее на другой край. Казимира. На замахе Ракетича убирает. Жезус. Ах, умтите. Опять. Опять на опережение. ТТ. Смещается на место опорного. И великолепно подчищает. Тони Кросс. Ну где ж твои передачи, Тони? Они так нужны сейчас. Сковачич. Направо. Тут ТТ один совершенно. Пулишич. Пулишич. Развернулся. Ну, забивать. И забивать. Не залетает. Два великолепных момента. Да как же так? Лионель Месси выходит вместо Мунира. Снова подача. Пулишич. О, господи. Маркуса Решфорда попадает. Так, 66-ая минута. Тони Кросс отправляется отдыхать. Вместо него выходит, наверное, Хамис и Сибалья с места Ковачича. Вот так. Центр поля я обновлю. Именно центр поля. Мне нужно освежить сейчас. Тони Кросс был неплох, но все-таки хотелось бы большего. Не хватает подключений. А здесь Каутиньо-то один совершенно на фланге. Варан смещается к нему. Месси. Вот здесь Кристенсен. Надежно. Решфорд. Жезус. Маркус открывается. Давай, давай, беги. Беги. Не останавливайся. Решфорд. Разворачивает защитника. Жезус у передачи. Дальше пятка. Ракетич успевает. А Сибалья уже был готов завершать эту атаку. На самом деле. Андре Гомеш. Дриуси. Аргентинская пара в нападении сейчас. Дриуси-Месси. Ух. Барселоны. Месси в одно касание. Там пытается развивать атаки. Не получается у него. Сибалья. Жезус. Сибалья. Обыграет здесь один в один или нет? Обыграет один в один или нет? Ну-ка! Как же хорошим тетит в этом матче. Не раскачивается. Как бы я не пытался финтами его сейчас обмануть. Он великолепно занимал позицию. И не позволил пробить. Кулишич. На дриблинге. Кулишич. Подача на дальнюю. Варан! В руки Терштегену. Прямо в руки отдал мяч. Сколько нам еще нужно моментов, чтобы забить? Ребята! Сколько? Хамес. На Решфорда. Обратная передача. Хамес. Хамес тоже раскачивает, раскачивает, раскачивает. Подача. Жезус. Нет, не дойдет мяч. Казимиро. Возвращает штрафную. Сибалья. Кулишич. Жезус. Но! Есть! Габи Жезус. Опять я его хочу Маркусом назвать. Я не знаю почему. Габи Жезус! В финале! Кто должен был забить? Конечно, Габи. Конечно, Габи Жезус. На 77-й минуте додавили таки Барселону. Кулишич отдает голевую передачу. Габи. Габи. И включаются болельщики сразу. Хорош. И тут уже Терштеген не мог помочь. И сразу, сразу выпускаю я Марсиаля. На правый фланг. Как и хотел. Вообще, хотел на левый, конечно. Но Кулишич больше устал. Девятый гол Жезуса в Лиге Чемпионов. Поскольку он наколотил еще в других турнирах, мы знаем. Это просто рекордсмен. Гомеш. Налево передача. Родригес. Ракитич. Сейчас нужно защищаться. Месси. МТТ пошел вперед. Кристенсен надежен. И Решфорд пытается забежать. И у него получается здесь зоны есть. Ракитич не успевает. Да, 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 да. Решфорд. Передача в центр. Марсиаль. Рабоной Марсиаль. Первым касанием. 2-0. После травмы. Очень серьезный. После длительного восстановления. Энтони Марсиаль. Ставит точку, кажись, в финале. 2-0. Мадридский Реал. Великолепная контратака. Жезус не стал жадничать. Ну и Марсиаль в своем стиле. Любит он рабонами забивать. Первый гол в Лиге Чемпионов. Да, он не успел у нас поиграть в ЛЧ. Потому что травму получил в тот момент, когда еще второй состав у нас выступал в группе Лиги Чемпионов. Каутиньо. Но расслабляться рано все равно. Дембеле. Пытается здесь ускориться. Ой, хорош Решфорд. Ой, хорош. Корпус поставил. Хамес. Дальше Казимиро. Там никого. Можно Жезусу отдавать. Но здесь тоже никого. Как раскрылась Барселона. Как же она раскрылась. Передача Решфорду. Решфорд на дальнюю. Марсиаль. Дубль Марсиаля. 3-0. Энтони. Вот это возвращение. Мадридская. О, точнее, Манчестерская. Молодежь сейчас зарешала у нас. Решфорд отдал на Марсиале. Здорово. Тут без шансов для Трештегина. Только раскрылась Барса и все. Такие зоны нам точно предоставлять нельзя. Жезус и дубль Марсиаля. 3-0. Кумельс. Родригес. Решфорд опять на перехвате. А как хорош сегодня Решфорд. А лучший матч его, наверное, у нас вообще. Именно на финал он выдался. Маркус. Защитника развернул. Передача на Казимира. Дальше Жезус. Подача. Ракитич. Угловой. Так, Маркус. Сможешь выбежать здесь или нет? Давайте попробуем. Решфорд. Нет. Кумельс. Снял. Варан. Сибалиос. Марсиаль снова. Марсиаль. Выбивает у него мяч. Защитник. Ну, а Марсиаль продолжает финтить. ТТ. Сибалиос. Удар в Кумельсан. Вынос. Ну все, ребят. Мы чемпионы. Лига чемпионов нам таки покорилась. Жезус. На противоходе ловит защитника и ставит точку. 4-0. Дубль Жезуса, ребята. Просто без шансов. Как только одну пробоину. Корабль Барселона. Получило все. Начал он тонуть. Подряд залетело еще 3 мяча с летом. Жезус такого не прощает. Кумельс он развернул. Надо было по чаще через зону именно Кумельса атаковать. Потому что МТТ сегодня был хорош. А вот Кумельс его таки легче раскачать. И вот в данном случае это как раз таки и получилось. Десятый гол Жезуса в Лиге чемпионов. И это финал, ребят. Это финал. 4-0. Барселону разделали мы таки под орех. И это месть за прошлый сезон. За РБ Лейпциг. Она удалась. Во всех турнирах мы Барселону переиграли. 5 трофеев за сезон. 5 трофеев за сезон в Мадридском Реале. Превзойти это уже нереально. FIFA по крайней мере. Понятное дело, что в реальности есть еще суперкубок. Ну мировой этот самый, да. Кубок мира среди клубов. FIFA он не реализован. Поэтому мы выиграли все трофеи, которые здесь есть. За сезон. 2 суперкубка Испании и Европы. Чемпионаты Кубок Испании. Ну и Лигу Чемпионов вновь. Второй раз подряд Мадридский Реал выигрывает Лигу Чемпионов. Сначала до нашего прихода они это сделали. Ну а теперь уже под нашим руководством. Габриэль Жезус. Один из героев, само собой. Ну и Рафаэль Варан. Очередной трофей сейчас будет подниматься над головой. Хороший матч тоже Варан провел. Когда были подходы у Барселоны, он справлялся. Да, ребята. Champions Cup. Как здесь написано. Будет очень красиво. Выглядит все, я думаю, следующий FIFA. И будет настоящий трофей. Настоящий кубок. Настоящее оформление. Музыка. Поэтому ждем. FIFA 19. И там тоже постараемся выиграть Лигу Чемпионов. И не один раз, и не за один клуб. Как обычно. Да, Казимира. Тоже был хорош. И вообще все. Все проявили себя так, как и должны были в финале. Сыграли на максимум. Ну а как вышел Марсиал, это вообще сказка. Просто сказка. Восстанавливался человек 7 месяцев. Вышел в финале Лиги Чемпионов и забивает 2. Потрясающе. Просто потрясающе. Ну и с болельщиками можно попраздновать. Да, жалко, что они не реагируют особо. Может быть, это, кстати, сделают тоже в 19-й кипах. Салют в честь победы Мадридского Реала в Лиге Чемпионов. Вот так на английском стадионе Уэмбли творилась история. Ну что, ребятки. На этом можно смело завершать карьеру вокруг света. 21 удар у нас в финале. Это просто великолепно. 12 створ. Терштегин тащил как мог. Но у него таки не получилось спасти Барселону. Маркус Решфорд. Одна голевая передача. Но в целом он был очень хороший. Оценку 10-0 полностью заслужил. Тут Жезус 9-5, Марсиаль 9-5, Хаммес 8-9, Сибалия с 8-1. Замены, кстати, помогли нам. Тут тоже бесспорно. Ну и все-все-все хорошие оценки получили. Ну Тейлиш и вот Кросс, да, 7-9. Могли сыграть чуть лучше, конечно же. Да. Ну что ж. Давайте подведем итоги сейчас. Так, ежемесячный отсчет отобновлен. 15-500 еще получаем. За победу в финале испанцы подъехали. Так, Ромеро. Так себе. Эрнандес тоже так себе. Потенциал у них великолепный. Еще раз повторюсь. Да, их можно подписывать в целом. Но мне хочется, чтобы игроки уже сейчас какую-то ценность представляли. Ну что ж. Сразу в центры составов переходим. В статистику. И давайте топ-5 по забитым мячам в сезоне. Конечно же, первый Жезус. 69 голов в 38 матчах. Это сумасшедший показатель. 32 голевые передачи при этом еще. Ковачич на втором месте по голам. 24. Эти его подключения, да, постоянные. Мауро и Карди. 20 голов. Тоже неплохо. Пулишич 18. И Хамис Родригес 15. Это топ-5 по забитым мячам. По голевым передачам. Ну, Жезус первый. Пулишич на втором 25. Тони Кроус. 24 голевые. Это тоже его стихия. Ковачич 23. Ну, и Хамис 16. Сухие матчи. Ну, здесь Ляфон. 24 сухих поединка. Вместе с Вараном, Казимира и Ковачичем. Когда вот эти ребята были на поле, зачастую мы не пропускали. Дальше, значит, кто у нас лучше всего прокачался? Манджукич у него вообще регресс ужасный, как и у Модрича. Но это и понятно. У Тони Кросса минус 1. У Бейла минус 2. Руссо плюс 7. Ну, я его тренировал, поэтому неудивительно. Конти, травмированный ныне, плюс 5 получил. Ляфон плюс 5, кстати говоря. Он наверняка там очень здорово вырос в цене. Пьер Габриэль плюс 5. Ну, я его тоже тренировал. Вальвердо плюс 4. Веридиос плюс 3. Пулишич плюс 3, кстати говоря. Упамикано плюс 3. Далее, значит, Санчес плюс 3. Понс плюс 3. Янцы, ну, это понятно. Фиолусье плюс 2. Майораль плюс 2. Маркос плюс 2. Эдегор плюс 2. Все практически прогрессировали. Даже Варан плюс 2 получил. 92 уже рейтинг. Сибальос плюс 2 получил. Жезус плюс 1 получил. Но ему уже там прогрессировать некуда особо. Так, ну и финансы. Давайте запредельную стоимость наших игроков посмотрим. За предельную просто. Значит, Жезус почти 100 миллионов стоит. 99 500. Пулишич 84 500. Варан 81 500. На 7% выросла стоимость у него. Но у Пулишича на 38%. У Жезуса на 5. Икарди на 1% выросла. Стоимость 79 500. Марсиаль на 8% 79 миллионов. Хамис упала на 4%. 64 миллиона. Тони Кросс на 10% упала. 64 миллиона. Сибалис тоже 64 миллиона. Сибалис тоже 64 миллиона. Выросла на 18. Ковачич на 3 упала. 61 миллион. Ляфон на 79% выросла. Цена 57 500. Стоимость у него. Маркус Решфорд 55 500. Кристенсен 52 500. На 3% выросла. Казимира 51 500. Шкриньер на 30% выросла. Стоимость 44 500. Бейл упала на 23. Вальверде на 90% выросла. Стоимость 39 миллионов. Теперь Телиш упала. Эдегор на 37 выросла. Майораль выросла на 36. У Памекано на 57 выросла цена. Теорнандес на 36 выросла. Вот так прогрессирует и по цене, и по скиллам игроки при нашем руководстве. Ну и, наверное, стоит, знаете, еще что посмотреть? Во-первых, задачи мы все выполнили вообще, получается. От продаж 200 миллионов получили. Лигу чемпионов выиграли. Средний возраст состава уменьшили. Собственно, 4 игроков подписали. Что тут еще было у нас? Чемпионаты кубок тоже выиграли. Да, все абсолютно задачи руководства Мадридского Реала мы выполнили. Не знаю, почему у нас рейтинг не 100, а 98 на самом деле. Ну и карьера. Да, давайте подведем итоги. Первый сезон. Так, сезон 17-18. Вот, Бока Хуниорс. Собственно, выиграли чемпионат. В общем, самая крупная покупка Пулишич. Помните, звезду покупали? 35 миллионов 100 тысяч потратили на него. Ну и Переса продали за 12 500. Вот такие были покупки-продажи. 45 игр, 42 победы. Неплохо. Следующий сезон. Ну, точнее, вот. 18-19. Брага. Здесь у нас самая крупная покупка. 22 миллиона 300. Бенедетто. Беня. Вы его помните, да? Ну и продажа. Хасан. 14 500. Неплохо тоже. 59 игр. 54 победы. Далее. РБ Лейпциг. Сезон 19-20. Полуфинал Лиги Чемпионов. К сожалению, здесь, да. Не выиграли. Так, 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 так. Да. Самая большая покупка. ТТ. 37 миллионов 500. Знаете, у нас не самые... Не слишком уж дорогие были покупки. Вот. До Реала. Уже в Реале разошлись. Разгулялись. Скажем так. Ну и продажа МВОГа за 13 миллионов. Тоже неплохо. 56 игр. 47 побед. За РБ Лейпциг здесь похуже. Но я там симулировал много. Потому что в конце. Ну и Мадридский Реал. Сезон 20-21. Жезус. Самая крупная покупка. За 95 миллионов. Ну и продажа за 120 миллионов. ИСКО. 68 матчей. 64 победы. Потрясающая статистика. Как мне кажется. Задача на кубок выполнена. Задача на сезон выполнена. Все выполнено, в общем-то. Зарплата у нас 111 тысяч. А, кстати, зарплату можно посмотреть? Тут у нас какая была. Походу нет. А жалко. Можно было бы увидеть прогресс. Как у нас росла зарплата, да? Но мы этого не увидим. Видимо, да? Этого никак не посмотреть. Вакансии. Так, ну-ка. Какие вакансии сейчас есть? Ювентус, Милан. Ну, Виталия нас зовут. Но зачем мне Италия, если я тренирую Мадридский Реал и с ним добился таких успехов? Спасибо, ребята, что были со мной на протяжении всех этих 67, получается, да, серий, по-моему. Это было круто. Не так круто, наверное, и не так интересно некоторым, как в прошлом году, судя по просмотрам и по активности. Но, тем не менее, мне доставляет играть такие карьеры. Я понимаю, что боты должны играть лучше. В следующей FIFA я на это очень сильно рассчитываю, чтобы было интереснее и сложнее. Вот. Но также не забывайте, что у нас есть Pro Evolution Soccer, которым я хочу поплотнее заняться в ближайшее время. И, возможно, возможно, уже в скором времени вы увидите карьеру в PES. Там боты играют намного сильнее, и там я играю намного слабее. Поэтому там будет интереснее. Хотя бы в этом плане я уж не говорю о разных особенностях там карьеры. Там такая смесь менеджера и FIFA, поэтому, я думаю, будет интересно. На внешний вид, если не смотреть особо после FIFA, думаю, зайдет вам тоже. Так что посмотрим, будет ли карьера. Ну, я так. В планах у меня есть попробовать хотя бы потренироваться перед выходом PES-19, потому что там уже будет RFPL, и там карьеру точно надо будет делать. Такие вот дела. Увидимся, ребят, на стримах. Приходите на них, конечно же. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки под видосами. И все. Пока.